Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Наконец-то у меня расцвели колокольчики. Два вида. Вот расцвела компанола белая и точечный. Хочу рассказать вам о колокольчиках, потому что именно эти цветы подходят для тех, кто только начинает свою огородную историю и кому некогда ухаживать за цветами, потому что это многолетние морозоустойчивые цветы. И вот я в этом году вообще даже не подходила к этой клумбе. Они сами вышли, вылезли из-под снега, сами расцвели. Про компанолу я буду рассказывать в следующем видеоролике, А сейчас я расскажу вам именно о точечном колокольчике, потому что если вот этот белый многие видели и знают, что это за колокольчик, то точечный колокольчик для многих из нас неизвестен. Это очень красивое растение. У меня их много. Я вот здесь вам показала, как единичный отросток, который в прошлом году я отсадила. А вообще есть большой куст, который я покажу позже. Здесь я начала снимать, потому что удобнее тут оба колокольчика, и белый вот этот точечный, чтобы сравнить. Вот этот колокольчик может расти и на солнце, и в полутени, в самых неприспособленных для цветов местах. Вот у меня здесь есть место, где не посадишь ничего, вот между теплицей и забором. И это место я отдала колокольчикам, потому что они неприхотливые и растут в любых местах. Я в прошлом году отсадила несколько ростков, и получилась целая грядка колокольчиков разного цвета. Именно о точечном колокольчике могу сказать, что он очень хорошо разделяется корневищем, дает много-много отростков, это даже является его недостатком. Его приходится как ограничивать, вставлять какие-то пластины в земле, чтобы он не расползался. Достаточно вам вырастить один как саженец, и вы будете обеспечены посевным материалом, вот как посадочным, как на большую территорию. Он очень-очень много дает отростков. Вот сейчас от этого кустика за лето, вот здесь из земли будут вылазить другие, их можно будет отделять и сделать целую грядку. Размножается также и семенами. Вот сейчас бутон этот отсветет, и будут семена в маленьких коробочках. Но тут сложность состоит в том, что семена очень мелкие, даже мельче петунии. Они как пыль, и вырастить, вот как через рассаду такой колокольчик сможет, ну как, не каждый. Очень кропотливый труд, они невидимые, они очень-очень мелкие. Но если кто-то хочет попробовать, у кого нет, например, в их регионе, на базарах, на рынках, вот таких вот колокольчиков саженцами не продают, я могу своим заказчикам добавить бесплатно семена колокольчика вот этого, потому что мне он не нужен, я размножаю отростками. У меня очень много отростков, около 50 кустов уже такого колокольчика. Потом я его покажу во всей красе, когда цветет большой взрослый куст, когда вот этих вот несколько сотен колокольчиков повислых бордового цвета висят. Есть другие разновидности, есть синий цвет, есть розовый, есть белый, но вот у меня бордовый цветов очень много, он размножается хорошо, и если вы вырастите хотя бы одно семечко, у вас дойдет до такого саженца, у вас будет очень много колокольчиков. Еще раз повторю, идеальный вариант для начинающих, морозоустойчивый, не требователен к почве, растет на любых местах. Многолетний, один раз посадите, всю жизнь он будет вас радовать вот такими цветами. Видите, вот здесь сколько бутонов, сейчас вот это вот, весь куст покроется вот такими вот красивыми, огромными колокольчиками. В следующем видеоролике расскажу о колокольчике компанола. Тоже морозоустойчивый, тоже многолетний, неприхотливый. Все эти цветы могут выращивать, даже самые-самые-самые начинающие новички, не требуют вообще никаких навыков в цветоводстве. Просто посадил и любуйся. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Там все эти видео, все статьи по выращиванию различных цветов я выкладываю на страницу. Добавляйтесь в друзья, рассылаю всем друзьям свои видеоматериалы и свои заметки. До свидания.